Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередную пресс-конференцию главы Чуварской Республики. И по сложившейся традиции Михаил Васильевич расскажет нам об основных достижениях в социально-экономическом развитии Республики. Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты, коллеги! Приветствую всех вас на нашей встрече. Вначале, для того, чтобы вы владели официальной информацией, хочу довести короткие итоги социально-экономическом развитии Чувашской Республики за 9 месяцев текущего года. По состоянию на 1 октября 2017 года консолидительный бюджет Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 36 миллиардов 807 миллионов рублей, что составляет по 7,3 процента, по аналогичному периоду 2016 года. Объем безвозмездных поступлений консолидительный бюджет Чувашской Республики на 1 октября 2017 года составил 12 миллиардов 578 миллионов рублей. По 2017 году составит это по тем соглашениям, договорам, которые заключили наши главные распределители средств с главными распределителями средств федерального бюджета. 17 миллиардов 385 миллионов рублей в среднем рост к уровню 2016 года составит 10 процентов. То есть это вот хорошие позитивные результаты нашей совместной деятельности. И вначале хочу выразить слова благодарности всем налогоплательщикам, которые оплачивают все налоги публично, открыто и ведут честно свой бизнес. Выражаю слова благодарности предпринимателям, которые работают и по упрощенной схеме, по другим направлениям, где на самом деле законодательство позволяет. И даже физлицы, которые оплачивают НДФЛ 13 процентов. Рост, я говорю, консолидированного бюджета дает нам возможность выполнять все взятые на себя обязательства органами власти. Это дает нам возможность выполнять все обязательства перед нашими ветеранами. Я не беру здесь учреждения образования, здравоохранения, спорт, культура. Касаясь индекса промышленного производства, за 9 месяцев текущего года он составил 102,7 процента. Прогноз погоды у нас остается примерно такой же. Хотя вы все знаете, есть сложности в консервные тракторные заводы. Хотя мы работаем с правительством Российской Федерации, с федеральными министерствами, с внешнеэкономным банком, Ростехом. И сразу в начале здесь скажу, что те работники, которые по тем или иным причинам будут высвобождаться, мы будем по нашей программе их переубучать, переквалифицировать. Кто желает, получит практически другую специальность или другую профессию и могут работать на рынке труда. Касаясь прогноза годового, это я говорю расчетный еще раз, но позитивная динамика к уровню прошлого года сохраняется. Касаясь, прежде всего, какие предприятия добились успеха, я просто по направлениям назову. Обеспечим прирост индекса промышленного производства в организациях по производству прочих транспортных средств и оборудования на 67 процентов. Химических веществ и химических продуктов на 18,7 процента. Кожи и изделия из кожи на 17,2 процента. Резиновых и пластмассовых изделий на 6,5 процента. И машин и оборудования на почти 3,5 процента. Касаясь сельского хозяйства, вы тоже помните, что погодные условия по природно-климатическим условиям были не самые благоприятные. Наши прогнозы были они намного хуже. Но индекс физического объема по году составит 101 процент или 101,5 процента. Вот два варианта мы здесь берем. Касаясь направления по виду деятельности строительства. Сегодня индекс составляет по итогам 9 месяцев 82 процента. Мы это признаем. Снижение и есть на сегодняшний день. По воду жилья мы выйдем на 100 процентов. Почему? Потому что те инструменты, которые сейчас запущены, новые на уровне федерального центра, это снижение процентной ставки по ипотечному кредитованию. На потребительском рынке приобретение жилья это позволено нам, Чувашской республике, по тем данным, которые нам представляют коммерческие банки, рост за последние буквально 2-2,5 месяца, но по отдельным банкам там 3 месяца составляет не чуть ли 25-30 процентов. Это даст нам возможность те квартиры, которые построены нашими строителями, ввести в эксплуатацию и, соответственно, нуждающиеся в жиле получат эти квартиры. Оборот розничной торговли на сегодняшний день, он тоже как бы позитивно развивается. Итоги 102,2 процента. С учетом благоприятной ситуации, то, что сложилось по уже инфляции, хочу сказать, рост реальных доходов у нас, у нашего населения примерно составит 104,5 процента по итогам года. И касаясь уже индекса потребительских цен, мы за этим тоже отслеживаем. Вот по итогам 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составляет 101 процент. Касаясь теперь среднемесячной номинальной заработной платы, она всех волнует, потому что эта тема всегда была спорная и она останется спорной. Это отношение между работодателями и работниками. Но динамика у нас позитивная уже второй год, 107,6 процента. Инвестиционные проекты реализуются на территории Чувашской республики более чем 140 на сумму 345 миллиардов рублей. Будут созданы дополнительно 15 тысяч рабочих мест, это мы отслеживаем. Для этого мы принимаем ответственные решения согласно законодательству по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов. Для этого наши бизнесмены представляют свои бизнес-планы, бизнес-проекты на конкурс, проходят защиту. И по тем уже начатым проектам реально они будут введены, вот эти рабочие места будут созданы. Касаясь реализации государственных федеральных программ, государственных региональных программ, практически мы участвуем в 20 государственных федеральных сельевых программах, привлекаем инвестиции, для этого 7,9 миллиард рублей. Прогноз на 2018 год тоже он есть, мы будем участвовать в этих же программах, там новые программы будут тоже сейчас по министерствам разработаны. Пока по отдельным министерствам, федеральным министерствам и ведомствам отдельные суммы не распределены по регионам, поэтому сумма она будет у нас не меньше, чем было в 2017 году. Касаясь социальных обязательств и мер социальной поддержки, хочу сказать, в целом по году мы почти оказываем на сумму 6,7 миллиарда рублей. Если взять субсидии малобеспеченным гражданам, включая федеральных льготников, включая сельских специалистов, включая малоимущих семей, мы выплачиваем почти 883 миллиона рублей по году. Потом выплаты семьям, имеющим детей, пособия на ребенка, единые денежные выплаты, осуществляется на сумму 2 миллиарда 748 миллионов рублей. И выплаты региональным льготникам, это ветераны труда, труженики Дылы, реабилитированные и репрессированные, это миллиард 733 миллиона рублей. В то же время вы знаете, что президент Российской Федерации подписал указ, утвердил величину суммарного коэффициента рождаемости 2. Мы вылетели в 2017 году, все эти программы и семьи на третьего ребенка не смогли у нас получить пособия на детей. Это ежемесячная сумма составляла где-то 8-8,5 тысяч рублей в месяц на ребенка. Но с учетом того, что сейчас указ подписан, уже расчеты представили, все те семьи, которые будут рожать третьего ребенка и последующих детей, они будут участвовать в этой программе и без боев они будут получать эти выплаты. И касаясь заработной платы, по году динамика будет 107,3%. Если вспомнить прошлый год, у нас динамика была 107,2%. Есть все точки, хочу сказать, по году мы рассчитываем, что уровень зарплаты будет 24 580 рублей. Чтобы наши работодатели тоже смотрели с учета модернизации производства и честно выплачивали, выстраивая свои отношения с работниками, без серых схем, для того, чтобы все было у нас на учете и под контролем. Вот краткая эта информация, благодарю за внимание, а теперь готов ответить на все ваши вопросы, которые вы подготовили. Вот вы уже упомянули о том, что Чуваша достаточно успешно реализовала ряд федеральных программ в этом году, что будет участвовать и в следующем. Можно уточнить, в какие новые федеральные программы и проекты Чуваши активно включатся в 2018 году? Спасибо. Вы знаете, что в этом году эффективно были на территории Чувашской республики реализованы программы. Это безопасные и качественные дороги. Общая сумма была выделена на 4 муниципальных образования. Это Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский и Маргаурский районы 1 млрд 250 млн рублей. На следующий год эта программа сохраняется. Очень мы долго отстаивали свои интересы в прошлом году, чтобы включиться в эту программу. Вот, включая агломерацию, 4 муниципальных образования, мы представили Министерство транспорта Российской Федерации, правительство Российской Федерации. В этой программе участвуют 36 регионов Российской Федерации. Остальные регионы не участвуют. Вот эти дополнительные инвестиции мы привлекли. На следующий год сумма уже карандашом обозначена, но пока окончательных решений нет. Но не менее 1 млрд 300 млн рублей по этой программе мы привлечем. И по тем местам, где на самом деле у нас происходят дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей, мы будем максимально приоритеты расставлять по этим точкам, по этим площадкам, включая перекрестки, где пешеходные переходы, где на самом деле наши дети переходят дороги, где проезжает автомашина. Это во-первых. Во-вторых, вторая программа, это новая программа, которая уже запускается, мы тоже попали в список этих регионов, это по увеличению производительности труда. Сумма, может быть, не такая большая будет, мы рассчитываем получить в пределах 150 млн рублей. Мы всегда стремимся вместе с работодателями, вместе с бизнесменами создавать высокотехнологичные рабочие места, чтобы люди от производительности труда могли получать достойный уровень заработной платы. Это очень важно. Вот я в среднем сказал, вот Хевель, у нас проект реально эффективно работает, там практически в среднем зарплата у этих работников, там почти 30-10 человек работает, я просто скажу, это не секретные данные, почти 90 тысяч рублей. Вот примерно поэтапно, пошагово мы будем идти для того, чтобы увеличить производительность труда. Без увеличения производительности труда, без оптимизации, без модернизации, конечно, мы не можем на сегодняшний день просто так выплачивать зарплату, как в бюджетной сфере, так и в коммерческой деятельности. Следующая программа – это комфортная городская среда. Мы привлекли федеральных средств 260 млн рублей. Работы на сегодняшний день ведутся, с выездом на место мы проверяем. И эта программа будет работать в течение 5 лет, об этом практически высказано руководством страны. И участвуя в этих программах, мы будем благоустраивать общественные пространства, общественные места, создавать хорошие, красивые, благоустроенные парки, для того, чтобы наши люди могли отдыхать. Все остальные программы, которые есть, я уже сказал, они в работе. Если какие-то дополнительные программы будут, мы будем, соответственно, разрабатывать свои подпрограммы для того, чтобы участвовать. Всегда же требуется софинансирование. И мы здесь софинансирование всегда обеспечивали и будем обеспечивать. Касаясь вообще дальнейшей стратегии, к сведению и для учета хочу сказать, Кабинет Министров сегодня с органами местного самоуправления у нас разрабатывает проект документа «Стратегия 2030». Это стратегический документ по развитию социально-экономического развития, где будут сконцентрированы все федеральные программы и региональные программы, для того, чтобы этот публичный документ был доступен для всех жителей Чувашской республики. Спасибо. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, коллеги. Вопрос следующий. Вот вы упоминали об инвестиционных проектах, которые реализуются в Чувашии. В то же время целый ряд предприятий уже сейчас активно поставляют свою продукцию на экспорт. Какая поддержка оказывается им со стороны республиканских властей? У вас, как у главы региона, на что, на какую продукцию, инновационную продукцию, можно в ближайшие годы, в ближайшей перспективе сделать Чувашию ставку основную? На сегодняшний день на экспорт продаются химические товары. Это Химпром, фирма «Аугуст». Конечно, они сырье покупают за пределы Российской Федерации, но если взять в целом экспорт, это на уровне 60% от всего экспорта объема отгруженной продукции производителями товаров Чувашской республики. Кроме этого, на сегодняшний день продается кухонное оборудование. Кондитерские изделия, прежде всего, это организация АКОНД. Дальше, соответственно, мы вместе с самими производителями уже нарабатываем варианты экспорта солнечных модулей, которые у нас производятся в Новочебоксарске. Это очень перспективный проект. Валютный коридор на сегодняшний день позволяет эти изделия продавать на экспорт. И практически, если взять вообще развитие энергетики Российской Федерации, сегодня эти подстанции уже, как бы сказать, строятся и в Ашкортостане, и в Оренбурге, не беря или уже не сравнивая с регионами Южного федерального округа. Что мы можем еще продавать? Конечно, рассчитываем мы на Сеспель, который на сегодняшний день строит новый завод. Мы 9,5 гектаров предоставили ему без проведения торгов. Эти цистерны, полуприцепы сегодня конкурентны с производителями стран Евросоюза, других стран. И с этой точки зрения, полагаем, все, как бы сказать, получится. Кроме этого, с производителями Российской Федерации мы хотим участвовать в тех организациях, в тех компаниях, которые уже нашли рынок. Это мясо птицы, мясо птицы бролерное, мясо свинины, соответственно. Но картофель без переработки, конечно, сложно продавать. Но в перспективе те предприниматели, которые нам обещают наладить производство глубокой переработки, то, соответственно, и эти продукты нужно продавать. Самое главное, ведь экологически чистые продукции, экологически чистые товары, они продавались и продаются. Но вы знаете, я вначале не сказал, конечно, товары электротехнического кластера, они востребованы на сегодняшний день на рынках разных стран мира. И это тоже реально в перспективе имеет свой экспорт практически. Если взять меньшинственный другой оборот, сегодня с нами работают с республикой 93 страны мира. Этот показатель с каждым годом растет. Кто-то импортирует, кто-то экспортирует. Конечно, мы больше должны продавать на экспорт. Как известно, статистика штука лукавая, есть цифры вполне благополучные. В то же время известно, что Чувашия занимает последнее место ПФО по уровню средней заработной платы, демонстрирует фактически рекордные темпы снижения рождаемости. Вот в этой связи ваш известный тезис о том, что Чувашия является регионом комфортного проживания, он остается в силе, остается актуальным, или в него надо внести какие-то коррективы? И если позволите еще, вот комментируя ротации в губернаторском корпусе, президент Путин говорил о том, что сейчас ставка делается на молодых технократов. Вот вы себя относите к какому типу руководителей? Вы технократ, вы крепкий хозяйственник, вы сторонник авторитарных методов управления или кто-то еще. И в связи с этим, ну, возникает часто недоумение, каким образом вот в ваше окружение попадают достаточно странные личности, которые берут на себя обязанности по сопровождению важных проектов, такой как проект моногорода Канаша. Потом они чего-то не могут поделить с Минэкономразвития. В результате огромные инвестиции, которые предназначены для республики, для того же Канаша, оказываются под угрозой. Спасибо. Но касаясь региона проживания, комфортного региона проживания, тут ни у кого никаких сомнений нет, можно по-всякому говорить. Приезжают гости, они отценивают общественно-политическую ситуацию. Она на территории на сегодняшний день стабильная. Наша задача сохранять эту стабильность и укреплять человеческие отношения и между организациями, чтобы люди уважали отношения и с доброй душой доброжелательно относились друг к другу. Это главные принципы духовно-нравственных отношений, основ. И здесь этические нормы тоже, как бы сказать, они на сегодняшний день выходят на первый план. Касаясь уровня заработной платы, мы среди регионов Российской Федерации не последние. Вот я бы просил не перегибать. Среди регионов Приволжского федерального округа мы были на 14 регионах, в Приволжском федеральном округе на 14 месте, сейчас где-то на 12 месте. Мы всегда сравниваемся с теми регионами, у которых нет нефти, газа, где нет углеводородной составляющей, так скажем. Там потому что уровень зарплаты он всегда высокий. У нас есть тоже предприятие, где платят выше, чем средние по республике, два-три раза. Я одно предприятие вначале назвал. Касаясь рождаемости, но государство на сегодняшний день принимает все меры для того, чтобы благоприятная среда позволяла родителям, молодым семьям рожать своих долгожданных, энергичных детей от любви, от чувств. У нас демографические показатели за последние пять лет были с плюсом. Я говорил и констатировал, есть официальные показатели и статистические показатели, здесь никакого обмана нет. В этом году мы по расчетам, по прогнозам по 2017 году, конечно, у нас рождаемость будет ниже, чем было в прошлом году. И рождаемость будет ниже и в 2018 году, и в 2019 году. Мы делаем такие прогнозы, расчеты. Это практически объективный фактор 90-х годов. Это здесь мы можем с утра до вечера говорить, но на показатели рождаемости ничего не повлияет. Это объективно. Но государство делает благоприятную среду для того, чтобы от количества детей на сегодняшний день родители не испытывали бедноту в семье. Поэтому пособия на детей, разные социальные выплаты. И практически мы укрепляли и будем укреплять институт материнства и детства. Здесь тоже ни у кого никаких сомнений не должно быть. Касаясь губернаторов, вот я здесь коротко хочу сказать, доверие президента Российской Федерации, к лаве Чувашской Республики, Игнатьеву есть. Доверие народу Чувашской Республики есть. У меня есть срок полномочия на сегодняшний день. И это доверие я всегда стремился оправдывать и стараюсь оправдывать это доверие. Когда вот народ Чувашской скажет, надоел глава Республики Игнатьев, пора уходить в отставку, не по отдельным высказываниям на митингах, когда есть тема для обсуждения, когда есть предмет для обсуждения, мы всегда садимся за круглый стол, обсуждаем разные вопросы, соответственно, и принимаем в конце решение, как нужно решить ту или иную проблему. Какие-то странные личности попадают в команду мою. Ну, это, наверное, на эмоциях, Александр Петрович просто сказал. Касаясь Моногорода, уважаемые коллеги, мы реализовываем разные проекты. Даже стратегию развития Чувашской Республики до 2020 года взять, мы несколько раз его корректировали. Ситуация меняется. То кредитные ресурсы неподъемны для резидентов, которые участвуют в разных программах для предпринимательского сообщества. Поэтому они корректируют. Изначально в Моногороде Ганаш ключевой, как бы сказать, темой или ядерным проектом был проект переработки зерна, соответственно, были бизнесмены, наш уроженец тоже был в лице Караулова с партнерами, хотели реализовать. Но на сегодняшний день они не подтвердили официально, документально фонд развития Моногородов. И мы корректируем там по резидентам. То есть, один проект меняется на другой проект. Этот ключевой проект, он тоже меняется сейчас на другие проекты. Но есть там отдельные проекты. Вот взять АУРАДСВ, он уже работает. И продукцию для сферы ЖКХ продаются сегодня на экспорт. То есть, это очень важно. И он сегодня второй этап там будет реализовывать, третий этап будет реализовывать. Кто против, никто не против. Остальные все проекты там на стадии реализации, бюджетные деньги мы привлекли. То, что там фонд Моногородов приостановился этим проектом, мы подтвердили. Комиссия приезжала, они смотрели. Кое-какие корректировки, наверное, будут. Но все эти обязательства со стороны бюджета по программе Моногорода Ганаш, они все в работе. Глобальный проект у нас сейчас выполняется, в частности, по ветхому жилью, по переселению с ветхого жилья программа выполнена. Вот несколько об итогах и о тех задачах. Вот на одном из мероприятий, где вы вручали ключи новоселам, вы отметили, что программа на этом не завершается. Будет продолжение. И второй глобальный проект это капитальный ремонт жилья. Это тоже важнейшая задача для того, чтобы горожане действительно проживали в комфортной среде. Государственная программа переселения с ветхого жилья не было и на сегодняшний день нет. И, скорее всего, полагаю, не будет перспективы. Наша задача и государственная программа была утверждена в соответствии с поставленными задачами президента Российской Федерации Владимира Путина переселить людей, которые проживали в аварийном жилищном фонде. На самом деле программа успешно реализована. Около 13 тысяч, точнее, 12 890 граждан Российской Федерации вместе со своими там, ну, членами семьи переселились в неаварийный жилищный фонд. По программе вот этот критерий был, а по сути дела они получали все новые новые квартиры. Стоимость программы была почти 5 миллиардов рублей. Вот я сам докладывал на Государственном Совете Российской Федерации, вы это тоже знаете, мы долго обсуждали, долго спорили, как дальше быть. Вот в течение 2018 года на федеральном уровне будет совершенствоваться нормативно-правовая база, законодательная база. В-третьих, мы в регионах с учетом комплексной оценки будем актуализировать все те показатели и параметры, которые на сегодняшний день уже сложились. И практически, начиная с 2019 года, с федерального бюджета будут выделены средства регионам. Регионы должны найти свое софинансирование и практически переселение граждан с аварийного жилищного фонда, с учетом социального статуса этих семей и этих граждан будет эффективно работать во влаге этих людей. Касаясь теперь капитального ремонта многоквартирных домов, вы знаете, что сегодня жители многоквартирных жилых домов сами отчисляют ежемесячно соответствующие суммы для того, чтобы капитально отремонтировать многоквартирный дом. Это общедомовые площади, которые касаются прежде всего самих жителей по тем или иным направлениям. Мы выезжали, смотрели в разных муниципальных образованиях. Вот за последние годы, мы же эту программу начали с 2015 года, вот 2015, 2016, 2017, но в принципе отремонтировано 1089 домов, это практически каждый пятый дом, многоквартирный жилой дом, в городских округах и в районных центрах. Понятно, не в каждом многоквартирном доме все работы не проведены, где-то там делается капитальный ремонт, коммуникации, инженерных сетей, это право, как бы сказать, самих жителей, они расставляют приоритеты с органами местного самоправления, и дальше эта работа проводится. На сегодняшний день все средства, которые собираются от жителей многоквартирных домов, полностью, 100% направляется на капитальный ремонт. И сейчас фонд наш начинает уже работать по капитальным ремонтам многоквартирных домов в 2018 году. Они переходящие у нас получаются в 2016-2017, отдельные дома переходящие остаются на 2018 год, и здесь практически программа на несколько десятилетий, значит, на 43 года была утверждена, но краткосрочная программа, еще раз хочу подчеркнуть, ежегодно утверждается и корректируется с учетом сбора населения, населением средств, соответственно, где составляет там 95%, эти многоквартирные дома получают приоритет в капитальном ремонте этих названных домов. Вы ставили задачу, значит, о повышении росте заработной платы ежегодно где-то не менее чем на 10%, да? Конечно, эта задача очень сложная, но чтобы эту задачу выполнить, надо ввести высокотехнологическое производство, высокопроизводительство труда, создать благоприятный климат для предпринимателей развития малого и среднего бизнеса. В целом, как решается вот эта важнейшая задача в Чувашии? Спасибо. В 2015 году практически у нас был почти что нулевой процент роста заработной платы, но был провал и в экономике. Сегодня, несмотря на сложности с учетом предъявленных санкций экономика восстанавливается, отдельные предприниматели видят окно возможностей и они эффективно пользуются и создают рабочие места. И спрос на рынке труда у нас на сегодняшний день благоприятный. Почти 17 тысяч рабочих рук требуется разным работодателям по разным направлениям. Это все тоже в открытой доступной форме. Касаясь той стратегии, о чем вы сейчас сказали, я говорил и еще раз это отмечу, я поставил задачу, чтобы в 2020 году средний уровень зарплаты в республике был не менее 30 тысяч рублей. Прошлый год, я говорю, рост не менее чем 7%, в этом году не менее 7%. Понятно, это непростая задача, непростая задача. Работодатели просчитывают свою финансово хозяйственную деятельность, но для того, чтобы по крайней мере идти к этой цели и подняться еще на несколько ступенек среди регионов по уровню зарплаты, мы обязаны это делать. Потому что молодые люди, которые хотят самореализоваться и хотят найти рабочее место на территории Чувашской республики, мы кое-что сделаем, но нам еще многое сделать надо. Поэтому мы говорим о том, чтобы и фонд развития промышленного производства у нас эффективно работал, меры государственной поддержки работали во благо наших предпринимателей. Потому что без предпринимателей, без элиты бизнес-сообщества, без элиты предпринимательского сообщества мы этот вопрос не решим. Можно долго говорить, обсуждать, потому что они идут на риски, они привлекают небюджетные источники, они идут на ответственный шаг. Эти рычаги, эти инструменты в конечном счете нам дадут это возможность. Стратегии, мы эти параметры как раз сейчас закладываем. У меня в продолжении коллеги вопрос про то, что регистрируемые безработицы в республике сейчас на самом деле едва ли не на исторических минимумах. Но есть расхожее мнение, что граждане предпочитают просто не регистрироваться в службе занятости. А вот какие шаги власть Чувашей собирается предпринимать для вывода бизнеса из тени легализации серой зоны, в которой работают на самом деле тысячи людей. Про гаражную экономику все мы знаем. Спасибо. Вопросом самозанятости, по вопросам учета этих людей трудоспособленном возрасте, по официальным данным статистики и так далее. Работу на сегодняшний день мы проводим совместно с налоговой службой, это ведомство имеет полномочия администрирования, совместно с пенсионным фондом, для того, чтобы эти люди при выходе на пенсию не поднимали вопрос, почему у них нет пенсии, да, это тоже такой вопрос, очень социальный, для каждого человека в отдельности. Вот в этом году 33 тысячи пятьсот человек должны были встать на учет для того, чтобы от своей трудовой деятельности оплачивали налог на доходы физических лиц 13 процентов. Эти люди работают по серым схемам, они получают зарплату. Даже вот в городских округах возьмем, да, отделку квартир, строители строят, вводят дома, вы знаете, значит, после строительства в окнах там практически освещения нет, но в дневное время там шум стоит, отделочные работы проводятся, и отдельные бригады, не оформляя как предпринимательское дело, не открывая как предпринимательское дело, получают конверты заработной платы. Но когда у них какие-то проблемы с состоянием здоровья, они обращаются к нам, помогите соответственно. Мы обязаны помогать, нет вопросов. Но кто-то платит, так и 13, а кто-то не платит. Но мы должны создавать одинаковые равные условия. Поэтому понимание у этих людей тоже есть, у молодых людей. Кто в Москву там выезжает на работу, это тоже никаких, никакого секрета нету. Мы с ними тоже работаем. Но динамика в сторону улучшения на сегодняшний день идет соответственно. И количество людей, то, что было три года назад, становится меньше. Если от точки зрения к вам тоже обращаюсь, нам надо формировать позитивное мнение о том, сегодня модно трудиться, мода должна быть в уплате налогов НДФЛ хотя бы 13%. Все остальное там по поддержке малого предпринимательства, по поддержке среднего предпринимательства, по этим направлениям развития мы выделяли средства с бюджета и будем выделять, участвовали в федеральной программе и будем участвовать. И для молодых предпринимателей, для самореализации это тоже хороший инструмент, чтобы они могли создавать рабочие места. Вот эти самые главные инструменты, которые мы должны применять и соответственно наводить порядок здесь. Вот сколько бы СМИ не писали о рисках размещения денежных средств в микрофинансовых фондах, пайщиков у нас обманутых меньше не становится. Вот в Новочебоксарске в июне месяце этого года прекратил свою работу Приволжский фонд сбережений и сотни горожан на сегодняшний день не могут получить деньги. Понятно, что сотрудники подобных фондов пользуются безграмотностью финансового населения, особенно пенсионеров. Вот я бы хотела узнать, а возможно со стороны республиканской власти контролировать деятельность подобных фондов? Сегодня, конечно, осуществляет контроль, надзор Центральный Банк Российской Федерации. Мы тему обсуждали с руководителями правоохранительных органов, с прокурором Чувашской Республики. На самом деле, когда данная тема уже стала социальной темой, конечно, не наблюдаем за этими процессами, вмешиваемся, насколько возможно, чтобы права граждан были восстановлены, потому что они ущемлены, их втянули в авантюрические схемы, может быть, даже мошенницкие схемы. Конечно, кто-то, наверное, будет привлечен к административной ответственности, кто-то к уголовной ответственности, но самое главное, мы должны возместить все те средства, которые люди вложили и пострадали, тем самым, они, как бы сказать, могут поднести материальный ущерб, так и моральная сторона, это понятно, но здесь насколько на все сто процентов все те граждане, которые положили на депозит в эту компанию, Приволжский фонд сбережения, как красиво звучит, психологически они умеют делать эти вещи, почему, потому что нанимают хороших психологов, технологов, отдельных журналистов, которые могут формировать мнение, и последствия люди втягиваются, это, по-другому говоря, пирамида, вот когда есть какие-то сигналы, вот на начальной стадии, когда будут эти сигналы, мы быстрее можем применить те инструменты и оказать содействие этим гражданам, там сумму общую, если назвать, по городу Новочебоксар, с Чебоксары и по пригороду этих городов, 1 миллиард где-то 250 миллионов рублей вложенных средств жителями Чувашской республики, это огромная сумма, они на сегодняшний день в списке Центрального банка Российской Федерации, как существующие фирмы, они стоят, конечно, мы над этими вопросами еще лучше должны работать, но нам нужны сигналы, потому что людей же туда никто не втягивал, они должны хотя бы с кем-то посоветоваться, конечно, мы должны лучше работать здесь по улучшению финансовой грамотности, хотя эти вопросы тоже сейчас разрешаем, вместе с Министерством финансов Российской Федерации, с общественными организациями, вы знаете, отдельные проекты, отдельные программы у нас запущены на уровне детского сада, чтобы дети в детских садах знали, как нужно быть, в каких ситуациях, потом в школах определенные уроки, там, общество знания, где там, касаясь экономики, проводят определенные уроки, но это, конечно, не полностью, но хотя предпосылки на начальной стадии, как нужно вести себя достойно, по крайней мере, мы предлагаем нашим учителям, нашим ученикам, чтобы были, но касаясь пенсионеров, они же очень тоже доверчивые, пенсионеровать привыкли, с одной стороны, очень бережно относиться к каждой копейке, каждому рублю, а с другой стороны, в советский период, когда они воспитывались, люди намного честнее были друг к другу, обмана было меньше, а здесь эти пирамиды растут, они верят, когда проценты называют там два раза больше, чем в наших коммерческих государственных банках и на финансовом рынке, все же хотят больше заработать, без ничего могут достаться, конечно, здесь мы должны максимально информировать на финансовом рынке, соответственно, людей, я помню, как вот по линии пенсионного фонда, когда люди получали материнский капитал, это буквально три с половиной года назад, когда через разные кооперативы фирмы-однодневки начали обналичивать, и те фирмы, которые обналичивали материнский капитал, было там 350 тысяч рублей, 400 тысяч рублей, получали 30 процентов от обналиченной суммы, конечно, этими вещами мы должны заниматься, мы пресекли, соответственно, и все те кооперативы, которые этими вопросами занимались, они практически на рынке уже нет, но появляются новые, мы с ними должны бороться, бороться, называя фамилии, кто за кем стоит и так далее, но, насколько я знаю по памяти учредителей из Казани, с нашей, как бы сказать, республики Татарстан, вы, к сожалению, нашли они и наших, соответственно, которые помогали, оказывали содействие, вот я говорю, к сожалению, но будем дальше работать, и здесь тоже, как бы сказать, насколько возможно, будем помогать, оказывать содействие гражданам, которые вложили туда средства. Спасибо за внимание. И, наверное, попросим, Михаила Васильевич, МИСМИ, чтобы они ответственно все-таки подходили к рекламе. Не просто так же вот эти пирамиды тоже приходят в народ, не только через сарафанное радио. В этом году заканчивается программа 2017 года формирования комфортно-городской среды. И вот, судя по тому, можно посмотреть, какие федеральные программы запускались государством. Раньше это было здоровье, потом медицина, сейчас это дороги и комфортная среда. То есть, наверное, люди доросли до того, чтобы не только думать там, не болеть, о том, в каких условиях им жить. Тем более, что комфортная среда это инвестиция в будущее. То есть, уехать из этого региона, не уехать из этого региона. Можно вспомнить, как в прошлом году эта программа начиналась. Проводились различные мастер-классы, привлекалась общественность, да, креативили, придумывали идеи разные. Сейчас, вот, если посмотреть на дворы эти, то люди довольны. Понятно, что если раньше у них был разбитый асфальт, не было парковок, да, сейчас появилось, они довольны. Но это на самом деле выглядит довольно уныло. То есть, это не современно получается. И у меня такой вопрос. Вот с учетом того, как прошла, как завершилась, завершается программа в этом году по формированию комфорта среды, будут ли сделаны какие-то выводы не в плане освоения денег, а в плане того, что у нас получилось? Будет ли привлекаться опять-таки общественность? Почему я задаю этот вопрос вам? Это вроде бы сфера муниципальной ответственности, но, насколько я знаю, что глава региона именно подписывает соглашение с Минстроем вот по этой программе. То есть, наверное, вы как патриот, как человек, любящий город, сами ездите по этим дворам. Понятно, что стало лучше, но это не стало современно. Вот будут сделаны выводы или нет? Самое главное, приоритеты, как вот двор должен выглядеть, как общественная пространство должно выглядеть. Конечно, я предлагал и предлагать буду обсуждать с жителями тех или иных многоквартирных домов, которые живут в том или другом дворе. Вот по городу Чапахсаре мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда, допустим, 10 многоквартирных домов, да, половина населения говорит, так будем делать, половина населения говорит, так будем делать. Там же голосование должно быть, значит, возникает спор, находили компромисс. Вот все те рациональные предложения, которые будут озвучены со стороны жителей многоквартирных домов, они должны учитываться, чтобы двор был не на один год, а на ближайшее долгосрочное будущее, так скажем, не на три года, а мы строим будущее, потому что где эти работы будут проведены, гарантии нет, что там через 10 лет средства будут выделены, и эти же работы будут проведены, гарантии нет. Есть же дворы, где практически 30, 40 или 50 лет, ни одного квадратный метр даже асфальта не укладывали, это же правда, правда значит. И с точки зрения подходов, публичное обсуждение с населением, они проходили, где может быть качественно, где некачественно, вот вопрос от этого зависит. А касаясь осуществления контроля, мы подписываем соглашение со федеральным министерством для того, чтобы обеспечиться финансированием и привлечь эти средства. Вот эти средства мы распределяем по муниципальным образованиям. Вот по этому году, так у нас 9 муниципальных образований участвовали в этой программе «Городская комфортная среда». Это 5 городских округов, я их перечислю, город Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумрля, Алатырь и 4 сельских муниципальных образования, которые представили проекты. Кроме этого же, вы знаете, мы в этом году в бюджете отдельной строкой предусмотрели средства на инициативы граждан. Сперва было 75 миллионов рублей, потом еще 20 добавили, и 2018 год, эти средства тоже у нас предусмотрены, потому что я уже бюджет, проект бюджета внес, государственный совет для рассмотрения. Вот отношения здесь должны быть выстроены на очень качественном уровне между муниципальными образованиями, но начиная с главы администрации, депутаты городского или районного собрания, для того, чтобы учесть все те рациональные предложения от жителей. Тогда никаких споров не будет и дворы будут современные. У нас здесь эскизные проекты, мы конкурсы проводим. Недавно на заседании кабинета министров получили отдельные сельские поселения, не большие средства, но зато внимание к ним, где на самом деле очень хорошая красота и цветники, и благоустроенно, и все то, что нужно делать для человека, все сделано. Это мы будем практиковать для того, чтобы стимулировать опять-таки людей, общественные организации и самих жителей. У меня вопрос касается также федеральной программы формирования комфортной городской среды. Наш город также заявлен в числе участников. И у нас несколько проектов по благоустройству на территории города есть. Мы давно начали освещать эту тему, очень давно, но по факту вот три проекта общественных пространств, проекта благоустройства, реализация их начата не так давно. А вот, например, реконструкция парка, насколько нам известно, еще даже не началась. Как, по вашему мнению, сжатые сроки и погодные условия не смогут повлиять на качество работ? Недавно я встречался, обсуждали мы эту тему с главой администрации города АлатРа Александр Юрьевич на сегодняшний день город не сделал все, то, что должен был сделать. Прежде всего, должностные лица или команда главы администрации города АлатРа. Мы выделили более чем 13 миллионов рублей на несколько дворовых территорий и подъездных путей по этой программе сегодня с учетом того, что по двум проектам контракты еще не подписаны, 4,5-5 миллионов рублей АлатР подарит выделенные средства другому муниципальному образованию, где работы эти сделаны. Я сказал же, 9 муниципальных образований участвуют в этой программе, все муниципалитеты на сегодняшний день контракты подписали, работы ведутся, а город АлатР не подписал два контракта. Тем самым, вот с города АлатР нам придется изъять эти средства и передать другим муниципалитетам из 9, я пока еще не могу сказать, потому что не видел предложений соответственно соответствующих должностных лиц и 4,5-5 миллионов рублей практически АлатР передает эти средства выделенные АлатР другим муниципалитетам. Это конечно очень плохо, я сожалею, почему, потому что по всем дворовым территориям мы проходили там пешком, очень много там безобразий, где нужно благоустраивать, в отдельных дворах вообще даже грунтовые только дороги, проезжие части, я это тоже знаю, но на следующий год мы деньги будем выделять, несмотря на это, но город обещал подготовить соответствующие проекты и начиная с мая месяца уже проводить те работы, которые должны проводить. Если какой-то муниципалитет не освоит, допустим, по тем или иным причинам мы АлатР соответственно возместим те изъятые средства, которые производят по 2017 году. Михаил Васильевич, в конце сентября вы встречались с руководством партии пенсионеров и в разговоре зашел, естественно, встала тема о социальной поддержке малым имущим категории населения, в частности, пенсионеров, ветеранов. Большинство пенсионеров и ветеранов, это общеизвестно, их материальное положение оставляет жрать лучше. Что в республике будет делаться для этого, это первый такой вопрос. В продолжение этой темы будет ли принят региональный закон о детях войны? И второй вопрос. Несколько месяцев тому назад различные ведомства республиканские вышло Марпасадская земляча с таким предложением дать Чебоксарскому аэропорту имя великого сына чужасского народа Андреяна Григорьевича Николаева. Тут вопрос завис в различных инстанциях. В чем вопрос? Вопрос в самом аэропорте, что там творится на сегодняшний день на воздушных воротах Чувашии и как будут исправляться ситуация? Я вначале сказал 6,5 миллиарда рублей мы выплачиваем различные социальные выплаты категориям граждан. Это и пенсионеры, это и дети, это и многодетные семьи, это малоимущие семьи, это льготники в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Не буду перечислять. Касаясь пенсионеров, те, которые у нас по региональному закону имеют право получить звание ветерана труда, о чем пенсионеры просили, мы эти обязательства выполняем перед пенсионерами. Единственное, это те пенсионеры, которые на сегодняшний день работают или занимаются трудовой деятельностью, выпали на этот первый. их от 100%, если в целом возьмем, составляет минус где-то 12,5%. Остальные они получали и получают 1100 рублей в месяц. Тут тоже никаких споров никого не может быть. Те, которые прекратят трудовую деятельность, они в нашей программе находятся, мы включаем сразу соответственно финансирование и они начнут получать после прекращения трудовой деятельности. Какие-то другие решения, включая даже по закону о детях войны, вы все знаете, этот проект закона, он мультируется, обсуждается, прежде всего со стороны Коммунистической партии Российской Федерации, но сегодня на этот закон просто нет средств, я хочу сказать. Можно принять закон, но закон останется законом, если не будет подтверждающего финансирование. Приоритеты все расставлены, поэтому здесь дешевый авторитет можно зарабатывать, что мы вот закон сейчас примем о детях войны, наши депутаты в Государственном Совете КПРФ тоже этот вопрос поднимали, но сегодня мы не готовы принять, хотя, может быть, по-человечески я тоже за то, чтобы этот закон работал во благо тех граждан Российской Федерации, которые во время войны страдали. Касаясь аэропорта, у нас международный аэропорт Чебоксары, он называется, этот вопрос он обсуждался, сегодня аэропортовое хозяйство передано в аренду, и арендаторы сейчас готовят сегодня проект, в 2021 году они должны завершить реконструкцию аэропорта и вложить туда не менее 500 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта. мы признаем сегодня аэропорт не соответствует всем тем требованиям, соответствует требованиям безопасности, полоса для взлета все соответствует для любых портов, здесь нет, мы держим там 200 человек для того, чтобы любые борта, чартеры прилетали с любой стороны мира и могли вылететь в любую точку мира практически, это международный аэропорт на самом деле, все там есть, и таможни, и пограничники, а касаясь уже там приема багажа, получения багажа, там конечно условий нет, потому что сейчас борта другие летают, 180 или там 216 пассажиров, 3 перевозчика там в разные другие города, в этом году как я поставил задачу не менее 200 тысяч пассажиров, по факту это будет, это здорово для всех нас, потому что интерес к аэропорту уже проявляется, а название это самое Андрея Грош Николаева, я взял еще на учет, но это должно быть соответствующее обсуждение и так далее, я только за. В очередной отопительный сезон республика к сожалению опять вступила с солидными долгами за энергоресурсы, но главным образом за газ, формирует этот солидный долг по традиции несколько муниципалитетов, в первую очередь Шумерля, вот это надо полагать каким-то образом влияет и будет влиять на реализацию инвестпроектов по газификации в частности за Волжье, так вот когда же все-таки реально там этот проект будет реализовываться. На сегодняшний день самый большой долг это у коммунальных технологий, не у Шумерли. Шумерли имеет долг, АллатР имеет долг, Канаш имеет маломальский долг, в целом если взять около 4 миллиардов рублей, это газ, электроэнергия и тепло. Сегодня идут судебные споры, соответственно, отопительный сезон мы вошли, но касаясь суммы долга и касаясь темы газификации за Волжье, конечно, Газпром стоит первый вопрос ребром, когда будете погашать долги. Касаясь коммунальных технологий, города Чебоксары долги увеличились за газ, ну и в среднем, в целом, так можно сказать, на 30%, хотя мы, начиная с мая месяца, уменьшили общий долг перед газовиками на 15%, вот здесь рост. Почему? Тут очень много разных вопросов возникает, мы с городскими властями города Чебоксары обсуждали не разу эту тему, и здесь правоохранительные органы, у нас работали и будут работать, здесь уголовные дела, но пока материальный ущерб толком никто не возместил, это тоже правда. Поэтому мы тоже на стороне не стояли, не стоим, но ситуация на сегодняшний день очень сложная по темам организации. Касаясь встреч с председателем управления Алексеем Борисовичем Миллером, касаясь другими должностными лицами, я инвест-программу газификации за Волжей подписал, сегодня проект на смене документации подготовлено, проходит и на стадии завершения выдачи экспертизы данные проекта на смене документации и в 2018 году реально газификация за Волжье должна начинаться. И практически с Мариел это более чем 60 километров трассы высокого давления получат. Мы свои обязательства перед Газпрому, которые государство или там органы власти брали, Чубашской республики, мы выполняли. Вопрос у меня не сложный, надеюсь, вам он понравится. Пожалуйста. Михаил Васильевич, 7 лет у власти. Каким поступком, как глава региона, как политик вы горды? Мы же люди публичные, соответственно, и какие наши успехи знаете вы и жители Чубашской республики, какие наши упущения в работе есть, тоже все знают. Надо быть порядочным, надо честно работать, соответственно, и выстраивать отношения, общаясь с населением. То есть, чем больше общаешься с населением, тем больше минимизируются ошибки, люди подсказывают, как нужно принимать те или иные решения, мы всегда руководствовались этими предложениями и будем руководствоваться. Вопросы 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. В 2020 году первые колушки, которые там были забиты в прошлом году, они уже будут в другом виде, земляные работы начинаются, и 19 тысяч тонн овощей с теплицы, так скажем, пятого поколения, это даже технология лучше, чем на агрофирме «Альдейская», у нас появится первая продукция в 2019 году, в 2020 году по их предложению, потому что бизнес же должен быть окупаемым, одно дело 6 миллиардов ложить, соответственно, заложить свое собственное имущество, а если проект не будет окупаемым, то какой интерес бизнесменам вкладывать, и вот 19 тысяч тонн овощей они реально начнут производить в конце 2020 года. Касаясь итальянца, в Марвосадском районе они создали с партнерами предприятия, он оформил на себя, сегодня с учетом тех определенных сложных процедур у него возникли проблемы, но он был настроен реализовать, соответственно, у него проект один работает по производству арматуры, арматуры в Чебоксарском районе, он этот проект тоже, как бы сказать, начал реализовать с нашими партнерами, у них по факту все получается, сейчас заказы даже через нефтегазовые хозяйства получают. Касаясь китайцев, агропарк создан, но реализацию этого агропарка предусматриваем мы на территории Порецкого, Алатарских районов, где очень много у нас еще необрабатываемых земель. То есть один предприниматель, сельхозтоваропроизводитель там разорился, и те земли, которые были переданы в аренду, сегодня они неэффективно используются. Поэтому, как дальше все это пойдет, будем оценивать, но китайцы прежде всего хотят производить мясо мясной породы, не на молочном скотовом, потом они хотят производить молочную продукцию. Отдельные вопросы возникают по экологии, но сегодня практически нарушать правила природоохранного законодательства, нарушать вопросы экологии никто не позволит, потому что есть службы, ведомства, которые администрируют, когда если нужно, все закроют, соответственно, бизнес может тоже разориться. Поэтому здесь комплексно оцениваем, будем благоприятствовать для того, чтобы реализовался этот проект, потому что проект интересен прежде всего муниципальным образованием данных территорий. Волнует проблема питьевой воды в южных районах республики. Когда заработает программа «Чистая вода» и когда население будет пользоваться питьевой качественной водой? Спасибо. На сегодняшний день этот вопрос непростой. Почему, говорю, построили водонохранилище, огромное водохранилище, но авторы данных проектов не рассчитали, во сколько это выливается и какие тарифы будут для населения. Сегодня, если сказать населению, в данном случае шимушинцам, что вы будете оплачивать по таким-то тарифам за качественную питьевую воду, скажут, нам такой воды не надо. Это во-первых. Во-вторых, мы участвовали в федеральной программе «Чистая вода», соответственно, получали средства, но данная программа была упразднена в 2014 году, мы федеральные средства не привлекали. В 2014-2015 годах с республиканского бюджета средства выделяли, сделали водоочистку, как нужно проводить, но не везде проложили водопроводные сети, населенные пункты, которые должны были получать. Это же касается и шимушинского района, и батырского района, и южной части комсомольского района в данном случае. Поэтому сейчас мы предлагаем правительству Российской Федерации, чтобы федеральная программа тоже новая появилась, или под программа, для того, чтобы привлекая федеральные инвестиции, потому что мы участвовали тоже в федеральной программе, не было бы в федеральной программе, может быть, такие дорогостоящие объекты по тем временам еще не начали бы. И мы должны завершить до конца поэтапно, по шагу, сперва там шимушинский район, потом батырский район, потом комсомольский район. В этом году в Цивильске прошел масштабный форум «День поля хмелья», если не ошибаюсь, он так назывался. В прошлом году тоже в Цивильске открылся новый завод по выпуску гранулированного хмеля. Как все-таки республика собирается ли восстанавливать теплые позиции лидера по выпуску и производству хмеля? Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Касаясь хмелеводства, кроме Чувашской Республики, хмель в Российской Федерации никто не производит. Это вы тоже знаете. У наших хмеля производителей есть патриотические чувства. Мы тоже могли свернуть и 10 лет назад, и 20 лет назад и сказать, больше производственной хмели не занимаемся. Но наши традиции, они очень хорошие и практически по этому году, наверное, где-то 350 тонн будет произведено всего хмеля. Сегодня покупают саженцы хмеля у нас Алтайский край, там Республика Алтай частично, где на самом деле пивоварные компании смотрят и оценивают потребление пива, других безалкогольных напитков, для того, чтобы производить с ароматических сортов хмеля. Вот это сегодня востребовано. Министерство Российской Федерации нас поддерживает, соответственно, они приняли наши предложения. Конечно, все те средства, которые должны были выделить до конца на уровне правительства Российской Федерации, и все еще не разрешены, это мы действуем по схеме, как были выделены средства на восстановление виноградников. Это тоже многолетние насаждения, хмель тоже многолетние насаждения. Практически окупаемость вложенных средств, это только, можно говорить, после 10 лет. Вот сегодня нужно вложить средства, а через 10 лет ждать окупаемость данного проекта раньше, потому что ничего не получится. Поэтому на закладку на уход мы выделяли и средства выделяем. Переработку хмеля мы наладили, соответственно, на бывшей базе цивильской хмельефабрики. Когда есть переработка, когда через эту переработку будут поставлены гранулы хмеля в том виде, в котором требуют сами покупатели, значит, конечный продукт, то, конечно, реально будет практически производство хмеля увеличиваться. Самое главное, эффективные уже хмельепроизводители у нас обозначены, в реестре Минсельхоза Чубашской Республики имеются. И остальные площади, где там надо модернизировать, реконструировать, должны быть переданы максимально эффективным собственникам. По поводу чувашского языка. Вот сейчас ходят упорные слухи, что с Нового года он будет, скажем так, изучаться добровольно. А существует опасность, что в городах или в райцентрах все от него откажутся. Вот что вы по этому поводу можете сказать? На сегодняшний день никто не говорит о том, чтобы перегнуть палки. У нас по конституции Чубашской Республики два государственных языка. На самом деле, с учетом новых нормативов, которые приняты на уровне Министерства образования Российской Федерации, сегодня пилотные проекты проходят апробацию. У нас сегодня Министерство образования с общепрозавательными школами, с администрациями районов и городов тоже занимается, отслеживается. Самое главное, здесь мы очень бережно должны подходить к обоим языкам. Где-то, допустим, основной язык, это русский язык, чувашский язык где-то в пределах двух-трех часов по нормативу должно быть. А где, на самом деле, население определит по согласию родителей, по печительскому совету, общеобразовательные школы, что для них является приоритетом чувашский язык, там практически будет преподавание на пределах четырех-шести часов. Но русский язык он все равно останется. Вот здесь надо правильно справедливо доводить эту информацию. Это не с 1 января 2018 года, эта работа сегодня уже проводится. По отдельным общепрозавательным школам работа уже как бы на стадии уже окончательных принимаемых решений, где-то только начинается. Поэтому мы здесь не будем торопить никого. Самое главное, комплексно оценивая, принять нужно разумное, ответственное решение. То есть здесь максимально, чтобы было комфортно самим жителям, нашим детям, которые получают эти знания. Актуально достаток молодых кадров в образовательной системе. Выпускники педагогических вузов приходят в профессию неохотно, и очень сложно их удержать больше, чем на один учебный год в школе. Раньше в Чувашии действовала программа поддержки молодых учителей в улучшении жилищных условий. Ожидается ли возобновление этой программы в перспективе для малых городов нам интересно. И вот еще один вопрос такой, он связан с туризмом. Многие регионы делают ставку на повышение туристической привлекательности. В Чувашии эта работа тоже ведется. Но в нашей республике есть такие исторические объекты, которые ценны и для истории, и для туристической привлекательности. В частности, я имею в виду мост в Канарском районе, в деревне Макры. В народе про него говорят, как мост, который построили немцы. Но вокруг этих объектов нет сервиса. В некоторых случаях сложно до них доехать. Что, как глава республики, вы требуете от глав администрации, чтобы они работали над повышением туристической привлекательности именно муниципалитетов и сохраняли объекты истории культуры? По дефициту учителей. Но дефицит учителей, он всегда был, есть и будет. В квалифицированных, профессиональных работниках любая отрасль нуждалась, нуждается и будет нуждаться. Как бы мы ни говорили. Это во-первых. Во-вторых, касаясь стимулирования учителей для работы в городских округах, в сельской местности, мы их решение принимали, и будем, наверное, дополнительно принимать по субсидийной процентной ставке 4%. Безвозмездные субсидии получали. Потом учителя получают у нас по действующей программе, федеральные программы «Жилище, молодая семья». Получает, получает, там безвозмездные субсидии, выделяется в пределах 30-35% от состава семьи. Потом устойчивое развитие сельских территорий. Там безвозмездные субсидии, вообще 70%. Это самая лучшая такая благоприятная программа. Конечно, этого не хватает. Не хватает. Сегодня для того, чтобы закрепить выпускников ПЕД-университета, там сейчас ректором работает Владимир Николаевич Иванов, который министром 5 лет отработал, вот перед нами поставлена задача, чтобы через воспитание, через общение выпускники ПЕД-университета шли на работу по своей специальности и минимум 3 года отработали по своей профессии. Насколько идеально нам удастся, конечно, сейчас сложно сказать, но заключается соглашение, допустим, между работодателем администрации района или города и между ПЕД-университетом. Это вот инструмент, он хороший, эффективный. И первые выпускники у нас появятся через 2 года. Будем оценивать вместе с выпускниками, встречаться с ними, общаться. Но касаясь моста, что нужно делать, и вы практически частично сами ответили, раз там сервисы нет, к этому мосту, кто бы там ни строил его, хоть немцы, хоть поляки, никто не поедет. Вот около этого моста должна развернуться практически и торговля, и потребительский рынок, и пункты общепита. Мы около туристов должны танцевать, плясать, брать их в объятия просто, кормить, и тогда они будут платить за это деньги. Этот проект должен быть окупаемым. На каких условиях? Может быть, на условиях принципа государственного частного партнерства. На определенные коммуникации, инженерные инфраструктуры мы, после того, как защита пройдет этот проект, готовы выделить средства, но предпринимательское сообщество должно заниматься сервисом, потому что это окупаемый проект, это коммерческий проект должен быть. Вот эти задачи мы ставим перед главами администрации районов и городов. Где-то эффективно это получается, где-то на уровне разговоров. Мы вот по шагу идем, приоритеты правильно расставлены. Если все сообща будем работать, результат, конечно, получится. И туристы поедут. Тем более, федеральные трассы недалеко, рядом. Михаил Васильевич, Вас в последнее время критикуют за неординарные кадровые шаги при назначении на госдолжности. Вот, например, в прошлом году, а точнее, больше года назад, был объявлен конкурс в резерв на должности министров. Как оцениваете, стал ли конкурс результативным? И есть ли широкая скамейка запасных, если вдруг наступит необходимость перетряхнуть кадры всего правительства? Надо же работать и добиваться результата. Результата, да? Практически. Если результата нет, то новая набранная команда, что она дала? Тоже же вопросы будут возникать. И с этой точки зрения, мы люди системные, соответственно. Когда конкурсы разные проходят, соответственно, мы же проводим это публично, открыто. Вот когда на должность министров мы конкурс проводили, я остался неудовлетворенным, потому что заявок было очень мало. Потому что мы, как в бизнесе, не можем платить такие хорошие финансовые средства для мотивации любого государственного министра и главы администрации. Я могу сказать, даже сейчас на должность глав администрации определенные сложности есть в подборе кадров. Люди не хотят. Почему? Во-первых, раньше законодательная база позволяла жить в других условиях и министрам, и главам администрации. Сегодня с учетом ужесточения законодательной базы по борьбе с коррупционными проявлениями, с учетом сдачи деклараций, с учетом представления расходов даже не только самим должностным лицом и членами семьи, это определенный дискомфорт все равно создает. И в итоге кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Отдельные говорят, мы не хотим в этих ограничениях вообще жить. И поэтому эта проблема, конечно, она есть, но пройдет определенный период времени, и эта проблема, она останется в истории. То есть на сегодняшний день с учетом подбора кадров мы всегда хотим подбирать кадры на ту или иную должность, чтобы они были и соответствовали по компетенции, чтобы они были профессионалы, чтобы они имели определенный опыт, есть там условия подбора кадров, и проверяем любого кандидата на шивость, так скажу, прошу прощения народным словом. Что это означает? Проверяют правоохранительные органы, проверяют соответствующие службы для выдачи форму номер 2, форму номер 3, форму номер 1, это по линии секретно. Отдельные просто отсеиваются на стадии, на первом этапе. Конечно, сперва они все документы представляют, вроде бы там все красиво и так далее, но мы отдельные вопросы, которые касаются для служебного пользования, просто публично не озвучиваем. Поэтому наша задача подбирать профессиональных кадров и чтобы эта команда во главе с лидером работала на результат, эффективно работала. Республика Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 어려ourt по линии Умажьи, тогда меню уштормова. В этом случае вопрос был поднят. Козловский район, деревня Солдобаева. Подрядчик до конца не завершил. Мы это проверим, потому что кто там подрядчик, кто пенефициарами является данной подрядной организацией, почему не выполнили контрактные условия, то со стороны администрации, полагаю, заказчик здесь администрации района, Козловского района, они должны предъявлять соответствующие санкции. Или штрафы, или пени. И должны предложить, соответственно, совместно с Министерством транспорта, предложение выйти в МИНЕК для того, чтобы данного подрядчика включить список недобросовестных подрядчиков или предпринимателей. Тогда они в следующий раз уже не имеют права участвовать на этих конкурсах. Это вот по дороге, по первому вопросу. По части транспортной реформы по перевозке пассажиров на сегодняшний день, вы знаете, что реформы, они начаты. Хотим мы этого, не хотим. Есть у нас маршруты по перевозке пассажиров регулируемые и нерегулируемые. В чем заключается эта реформа? Когда мы на межмуниципальных маршрутах принимаем соответствующее решение совместно с администрациями районов и городов, вот допустим, Чебоксарский район или Маргаушский район выезжает в город Чебоксары, это межмуниципальные отношения. Или, допустим, там Сивильский район, Козловский район, Марбасадский район, то есть межмуниципальные перевозки. Здесь основным государственным заказчиком, координатором является Министерство транспорта Чебоксарской Республики. К сведению для учета в нашей совместной деятельности говорят. Дальше, когда у них, у этих перевозчиков, которые, участвуя на конкурсе, предлагают доказывать, что у них появляются выпадающие доходы, то мы за счет бюджета им будем выплачивать эти выпадающие доходы. По каждому маршруту, с учетом расходов на ГСМ, на зарплату, на амортизацию автобуса и так далее, с чего складывается себестоимость перевозки того или иного пассажира. Есть нерегулируемые перевозки, когда предприниматели, соответственно, имея на это право, могут организовать это все на коммерческой основе. Здесь стоимость билета в отдельных сейчас территориях в утренние и вечерние часы или в часы пик может в полтора раза увеличиваться. Уже такие случаи есть. Я сам лично, как бы сказать, выявлял, выяснял, соврал. Все те стороны, которые заинтересованы и не заинтересованы, определили варианты дальнейших действий. То есть все это тоже происходит публично, открыто, здесь никаких секретов нет. Конечно, мы перевозками пассажиров занимались и занимаемся. С бюджета определенные средства выделяли и будем выделять. Но это не говорит о том, что мы каждому перевозчику с бюджета будем выплачивать даже те расходы, которые они тратят нерачительно, неэффективно. По-другому говоря, определенная инвентаризация или чистка недобросовестных перевозчиков произойдет. Среди предпринимателей, которые в основном здесь возят на микроавтобусах. Уже не первый год как бы остров строит проблема пассажирских перевозок по маршруту Новочебоксарской, Чебоксары. Вот жителям, проживающих на конечных остановках, как-то удается добираться до Чебоксар, покинуть город Спутник. А тем, кто живет в центре и при выезде из города, это не так-то просто. Как решается этот вопрос? И есть ли возможность увеличить количество маршруток в час пик? Касаясь маршрута Новочебоксарской, Чебоксары, конечно, надо здесь делать хронометраж. Можно, наверное, рассчитывать на вас, Вера. Ваши сотрудники тоже готовы. В час пик надо сделать хронометраж. Никто сегодня не будет без пассажиров, соответственно, возить воздух. Понимаете, нет. В отдельных случаях у нас автобуса там 5 человек, 10 человек. Если на самом деле есть в этом необходимость, если частные перевозчики, которые там обещали, но не делают, можем туда ставить автобусы Чуважа Автотранса. Это реально. Но для этого нам нужен аргумент. Прежде всего, какой? Что количество пассажиров, такое-то количество автобусов по вместимости должен быть таким-то. Поэтому я дам задание в течение 2 недели или 2 недели, давайте мы проведем хронометраж пассажиропотока, и мы по вместимости автобусов посмотрим и можем выделить соответствующее количество для того, чтобы часы пик разгрузить, соответственно, по тем проблемам, которые вы сейчас высказали. В свете последних федеральных решений по оздоровлению Волги, как-то закатываем, остался проект завершения строительства Чебоксарской ГЭС. В августе премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменении схемы территориального планирования транспортного. Из него был исключен проект родостройки Чебоксарской ГЭС. В результате заговорили о том, что якобы можно надолго забыть о подъеме Чебоксарского водохранилища. Чуваша в данной ситуации занимает некую выжидательную позицию, или республика кардинально изменила свою позицию по данному проекту? Сегодня комиссия работает, люди приезжали, они объехали территориально по всем тем муниципальным образованиям, которые находятся рядом с Волгой. И сегодня окончательного решения нет. Потому что там, я могу сказать, по стоимости, если вот таком виде оставить, не меньше средств, скорее всего, надо будет выделить для того, чтобы обеспечить безопасность инженерных сооружений. Вопросы экологические тут тоже возникают. Правоохранная прокуратура, которая курирует нас, это прежде всего в Тверении находится. Вениамин Иванович несколько раз приезжал, он сторонник за то, чтобы поднимать. Поэтому все это сейчас находится в комплексной оценке. Одни говорят, что нужно поднимать, мы тоже говорим, что нужно поднимать, мы занимаем эту позицию. Другие говорят, в связи с тем, что нет финансовых средств у Русгидро, потому что каскад это в ведении Русгидро находится. И поэтому не определен даже источник финансирования по тем или иным направлениям. Но источник финансирования определен для того, чтобы Волга была намного чище. Для этого принята и утверждена федеральная программа. Мы участвовали в совещании, которое Дмитрий Анатольевич проводил в Волгограде. Предложения соответствующие давали. Мы сейчас предлагаем дополнительные предложения по уже работе комиссии. Какие окончательные варианты решений будут, я тоже сейчас не могу сказать. Но вы знаете, что по федеральной программе 250 миллиардов рублей будет выделено на определенный период. Начиная уже с 2018 года, в 2018 году будет выделено с бюджета где-то там около 1 миллиарда рублей. Мы тоже в этой теме. Там же где-то 16 регионов, которые тоже участвуют в этой программе. И второй вопрос. В июне Госсовет Чуваши принял решение о награждении вас орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Но орден до сих пор не вручили. Насколько мне известно, планировалось вручение на этой сессии, но отложили. Почему? Сейчас не время или вы против? Дело же не в том, что там награда вручена или не вручена. Есть она на груди. Есть решение Государственного совета. Один раз я командировал, оказался. Другой раз командировал. Вот такие накладки были и так далее. Я думаю, до Нового года награда будет вручена в лавере спублики. Вот сегодня идет процесс объединения больниц. Теперь уже дошли и до районов. Понятно, стремление властей сэкономить деньги, наверное. Но, тем не менее, не скажется ли это на здоровье людей все-таки? Ездить из Порецкого, например, в Шумерлю, не совсем удобно, наверное. И еще в плане уточнения. Вот на Шумерле и Порецком остановимся или там планы еще дальше пойдут? В другие районы тоже объединять будем? Мы, когда оптимизацию проводим, прежде всего сокращаем неэффективные расходы, которые были. Неэффективные расходы. Во-вторых, когда идет оптимизация учреждений здравоохранения, одни сейчас введения все по вертикали. Если раньше были введения муниципальных образований в соответствии с законом, сегодня введение Министерства здравоохранения Чувашской республики. Но мы эффективно взаимодействовали с муниципалитетами и взаимодействуем. Потому что первые сигналы они получают, как там медработники работают. Речь идет о том, чтобы они работали эффективно, чтобы не было неэффективных расходов. Мы сокращаем количество начальников, мы не сокращаем. У нас нет такого принципа, чтобы сократить там врача, доктора, медработника, среднего персонала. Не такой цели. Касаясь Порецкого, вот когда мы принимали больницы, мы с большим долгом приняли на уровне республики, я это говорю не понаслышке, а потому что смотрел, копался в этих цифрах, с большими долгами от муниципальных образований. Выдели сотни миллионов рублей, погаси дети долги. Но в конечном счете, сейчас смотрим опять-таки, Порецкий район с долгом, Красноармейский район с долгом. Можно сказать, что Коловрач плохо управляет, администрирует своей командой. Но когда касаемся уже количества жителей, вот в Порецком районе за последние годы количество населения сократилось более чем в два раза. А количество медработников не сокращается. Плюс мы строим ФАПы. Мы качественные медицинские услуги оказываем в шаговой доступности. Фельдшер с большой буквы, или медработник с большой буквы, он же обеспечивает медицинские услуги. Поэтому с учетом оптимизации, с учетом того, что один главврач будет управлять учреждениями здравоохранения и в Шумерлинском районе, и в Порецком районе, а может быть и в АллатРе, никаких проблем я не видел и не вижу. А по ФАПам мы строили и будем строить, там никаких проблем нет. И все обязательства здесь мы выполняем. Может быть есть там по отдельным территориям сегодня дефицит медработника, но сегодня там отправляют командировку с больницы или с поликлиники для того, чтобы обслуживать сельское население в шаговой доступности. В городе тоже мы открыли офисы, поликлиники в шаговой доступности, новых микрорайонах. Поэтому здоровье для населения для нас приоритетом был и он останется на долгие-долгие годы. Вот вы сейчас затрагивали тему, во-первых, оптимизации, транспортные проблемы. И у меня вопрос объединяющий. Сейчас очень много в транспорте преобразований, и особенно в Чебоксарах. Сейчас меняется маршрутная сеть как городского транспорта, так и самих маршруток. И не хотели бы вы... А, ну, естественно, это все принимается наверху властями. И простые люди спрашивают, а не хотели бы вы и ваша администрация в качестве эксперимента неделю добираться на общественном транспорте, на работу? Я после того, как вот этот шум начал подниматься, там, предприниматели и так далее, я сказал, и министрам, и главам городов и районов поездите, как вы говорите, на общественном транспорте. Я могу сказать к сведению, в летний период времени я на работу, когда нормально, удобно, я добираюсь вообще на велосипеде. По утрам 15-20 километров для меня это никаких проблем нет. Я вижу дворников, здоровые с ними, они со мной здороваются, они честные, можете вот видеть. Видите, я когда уже планировку начинаю, там, после 7-ми, я вижу по утрам, где какой мусор лежит, где что лежит. Городские власти еще не знают, и министры не знают. Вот касаясь перевозки пассажиров в городе Чебоксар, столице нашей республики, это конкретно по полномочиям должны заниматься городские власти, вместе с депутатами городского собрания. Вот на сегодняшний день одну проблему создали, потом вторую, мы начали вмешиваться и так далее. Те решения, которые были приняты в городе Чебоксар, во главе с Алексеем Ладыковым, они отменены. И сейчас дали период, чтобы публично, с учетом обсуждения с перевозчиками, с общественными организациями, как сейчас модно говорить, с экспертами, привлечением науки, сделать маршруты, чтобы было удобно гражданам. Но по отдельным маршрутам, опять-таки, перегибы пошли, передо мной ветераны там начали поднимать. Они ездили, платили один раз, там 15 рублей, если наличные платили, или 16 рублей. Где-то маршрут другой сделали, для того, чтобы им добираться на работу, они два раза начали платить. Но это перегиб, перегиб, такого, конечно, не должно быть. Городские власти знают, как нужно эти решения принимать. Мы здесь вместе с ними, конечно, будем комплексно оценивать, с учетом предложений, просьб жителей города Чебоксары. И дальше будем, конечно, соответствующие решения принимать. Тут тоже будут регулируемые маршруты, будут нерегулируемые маршруты. Дальше там вопрос возникает соблюдение безопасности, как все это будет соблюдаться и так далее. И ряд других вытекающих отсюда норм. Поэтому соответствующие службы тоже администрируют со стороны МВД, ГИБПД, прокуратуры. И максимально будут учтены, я говорю еще раз в этих вопросах, предложения самих пассажиров. Вы вначале упомянули о стратегии 2030. Вот если поподробнее все-таки, о чем она и чего за 13 лет хочет добиться республика? Горизонтово-стратегическое видение. Валовый оригинальный продукт, если в этом году у нас, в 2017, будет составлять 272 миллиарда рублей, это прогнозные расчетные данные, то в 2030 году 660 миллиардов рублей. Мы тоже говорим о цифровой экономике, об умной школе, об умной поликлинике, и телемедицина цифровая развивается. И эти моменты или аспекты тоже там учитываются, соответственно. С одной стороны, это сейчас на уровне разговоров, но в рабочих документах все эти направления деятельности будут отражаться. Это число высокопроизводительных рабочих мест с учетом валового оригинального продукта. То, что мы вначале говорили, вот 109 тысяч рабочих мест. Исходя из этого, вот в 2030 году сколько тысяч рабочих мест должно быть? Конечно, это тоже не простая задача, это сложная задача. С учетом того, что здесь мы по доходам населения говорили, по уровню заработной платы, мы должны иметь рост не менее 7%, чтобы это достигать. Это тоже расчетные сейчас прогнозные цифры, значит не окончательные. Они вот озвучены перед вами. Там же для того, чтобы это выполнить, будет план мероприятий, участие самих организаций, муниципальные образования. Это вот общие такие цифры, общая картина, которая, по крайней мере, дает представление о стратегии 2030. Это доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом оригинальном продукте. Если мы на самом деле последние годы делали на товаре химической промышленности, то у нас направление это биотехнология, потом, соответственно, гражданские продукции на предприятиях, организациях оборонно-промышленного комплекса и ряд других направлений. Мы видим перспективу и те товары, та продукция, которая может продаваться на экспорт. Это варианты решения, разрешения увеличения доходов населения. Ну и рост заработной платы, о чем я говорил. Вот в 2020 году стоит цифра 30 815 рублей, в 2025 году 46 тысяч рублей и так далее. Самое главное, надо правильно ставить цель, задачи и к этому надо стремиться. Поэтому планы мероприятий, они каждый год с учетом принимаемого бюджета тоже будут корректироваться. Стратегия это практически на ближайшие 10 лет, потому что принятая стратегия в 2020 году. Мы бюджет уже в 2018 году будем принимать на трехлетний период, 2019, 2020 и 2021 годы. Мы документ, это основополагающий документ для развития экономики Чувашской республики должны принять в первом полугодии 2018 году. Максимально все темы мы затронули, все обсудили и дальше в рабочем режиме Михаилович. Спасибо модератору, спасибо всем журналистам, которые нашли время, пришли на встречу. Хочется пожелать вам благополучия, успехов в вашей нелегкой ответственной работе. До следующей встречи. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»